Арктика Арктика – уникальный и крупнейший в мире атомный ледокол. Сегодня он отправился от достроечной набережной Балтийского завода в Мурманск. Планируется, что переход займет около двух недель. Во время перехода атомоход «Арктика» зайдет в лед недалеко от земли Франца Иосифа, что позволит настроить систему электродвижения атомохода в ледовых условиях. Только после этого между заказчиком и строителем будет подписан приемный акт о передаче судна. Эта церемония назначена на первую декаду октября в Мурманске. Атомоход уже прошел два этапа ходовых испытаний. Он вернулся в Санкт-Петербург 17 сентября после завершения второго из них. Перед этим с 23 июня до середины прошлой недели в Финском заливе и Балтийском море проводилась проверка работы механизмов и оборудования атомохода. Тестировались электроэнергетическая система и маневренность при различных вариантах осадки. Все проверки атомоход прошел успешно. Самое главное сегодня для меня лично поднимается знамя России в Ледовитом океане, которое мы, моряки атомного ледокольного флота, не дадим никогда спустись. Ледокол Арктика уникален тем, что имеет двухосадочную конструкцию, которая позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, в частности, на мелководных участках Енисея и Обской губы. Технический проект атомохода был разработан ЦКБ «Айсберг» в 2009 году. Ледокол оснащен двухреакторной энергетической установкой, специально разработанной для этого судна. Каждый реактор имеет мощность 175 мегаватт. Максимальная ледопроходимость атомохода – 2,9 метра. Экипаж составляет 53 человека. Я бы очень хотел пожелать не только 7 футов под килем этому судну, но и хочу пожелать, чтобы он стал домом для всех тех моряков и следователей, кто будет на нем работать в высоких широтах. Головной универсальный атомный ледокол проекта 22-220 строится Балтийским заводом по заказу госкорпорации «Росатом» почти 7 лет. Закладка в судно состоялась 5 ноября 2013 года, спуск на воду – 16 июня 2016. Ледокол предназначен для самостоятельной проводки судов, в том числе крупнотоннажных, а также для лидирования караванов в Арктике. Атомоход назван в честь ледокола «Арктика», ставшего первым в истории судном, достигшим Северного полюса в надводном положении. 45 лет назад от стенки этого завода дошел первый ледокол «Арктика». И вот в экипаже там еще есть люди, которые работали на том легендарном ледоколе. Я надеюсь, у этого ледокола будет судьба не менее легендарная. Он приходит в Арктику с новыми своими характеристиками, возможностями. И сейчас действительно наша страна смотрит в этот арктийский регион как вектор развития. По контракту с федеральным государственным монетарным предприятием «Атомфлот» Балтийский завод строит четыре атомных ледокола проекта 22-220 – «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Головной ледокол «Арктика» должен быть сдан в эксплуатацию в ближайшее время – «Сибирь» и «Урал» в 2021-2022 годах. Всего в рамках концепции развития атомного ледокольного флота Госкорпорации «Росатом» предполагается строительство пяти серийных ледоколов проекта 22-220. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова